Посмотри, пожалуйста, что тут попадает в кратер ненужного, вот сюда. Ложи, кошка, твоя ручка. Вот здесь на столе посылка. Посылку не видно? Нет, не видно. Ничего не видно. А нет, посылку видно. Вот эту? Да. А вот эту? Это не видно. Привет, друзья, с вами Светлана Соколова. Друзья, всех с прошедшими праздниками. И спрашивали у меня, дорогие мои друзья, коллеги, почему нет видеопоставления на ютубе? Я вас всех поздравляю с прошедшими праздниками и с моим прошедшим днем рождения. А почему нет видео на ютубе? Потому что я живу в моменте. А в моменте это значит в инстаграме. Если вы хотите видеть всю мою жизнь прямо в моменте и мою Константина и всей моей семьи, пожалуйста, подписывайтесь в инстаграм. Мы там праздновали Новый год, отмечали, поздравляли вас всех. Так что, чтобы ничего не пропускать, инстаграм будет в описании. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И будете в курсе всего. А здесь такие видео, знаете, вот, ну, по графику, по расписанию, как велит алгоритм ютуба, короче, всякая фигня. Сегодня у нас маникюрный видик и распаковочка. А как мне сегодня снять? А, кстати, сейчас я подключу эту, вторую камеру и буду троллить троллей. Друзья мои, а давайте вместе троллить троллей. Что я их одна только троллю, а? Давайте троллить вместе. Я сейчас буду троллить тролликов, вы мне помогаете. У меня есть канал на Дзене. Я вам, не знаю, говорила, не говорила, но там троллики просто вот с штабелями, табунами. Троллики на Дзене просто, это вот просто надо отдельную книгу писать. А эти люди, вы понимаете, что эти люди ходят к нам на ногти. Эти вот, я не знаю, как эти слова подобрать, я не знаю. Как вот, я бы убила такого мастера маникюра. Друзья мои, знаете, вот сейчас такая вот у нас жизнь сложная, что всех уже предупреждают. И на Ютьюбе, везде, в соцсетях предупреждают. Отвечайте за свои слова, будьте избирательны в своих выражениях. Потому что то, что вы когда-то однажды написали или сказали где-то, может быть против вас потом повернуто. Любой даже лайк поставленный там, где кто-то ничего не хочет, опять может быть повернутый против вас. И это я сейчас не про себя. Я там, ставьте мне только лайки хорошие и хорошие пишите комментарии. Я вообще говорю. То есть, если вы когда-то что-то пишете, да, кого-то бы там убил, или там кого-то бы это, или еще что-то, вы, пожалуйста, думайте, что сейчас цензура очень жесткая. Если сегодня это прошло и проскочило, ну уж телик все смотрите, вы же видите, что людей даже за лайки при... это... как это называют там... за шкирвятник. Короче, ладно. И я буду троллить, вот, буду говорить у меня... Ай, блин, грибок у меня на ногте! Откуда? Скоро отвалятся ногти! Вот, смотрите, показываю вам грибок. Вот это черное, это грибок. На самом деле это не грибок. На самом деле это мое очередное испытание. Я хожу с ним и пытаюсь это обскрябать, ободрать. Но это не обдерется. Кто так делает? Кто так делает? Так никто не делает. Сейчас я вот это постараюсь оттереть, потому что это должно оттираться, или он не ототрется. Или не ототрется. А оттирается, потому что это лак. Это лак, и он ототрется, и это вот так вот. А вот когда уже длинные ногти, о-о-о, там вообще... Там такое пишут, там... Я даже не хочу цитировать. Я просто беру комментарии эти, собираю, а потом, когда мне охота поднять себе настроение, я их перечитываю. Мазохизм. Вот, все. Теперь чистенько. Теперь троллики могут жить спокойно. Это у меня был лак для стемпинга. Я получила из... Да, кстати, по поводу инстаграма. Я вам же... Я только что сказала подписывайтесь, потому что я там живу в моменте. Я там что-то распаковываю, что-то показываю. С Валбереса получаю. И у меня нет терпения это скопить и вам на ютюбе выложить. Я не знаю, как это делают другие девочки. Я не умею скопить. Мне надо, блин, нафиг все сразу открыть, показать, распаковать. Я на Валберес запис... Записал. Хе-хе-хе. Я на Валберес заказала вот такой лак с липким слоем. Это Dance Legend. Это лак для стемпинга с липким слоем, который сохнет, на воздухе. И вот я, когда его нанесла... Чего я тут не оттерла? Когда я его нанесла, я ждала, когда этот липкий слой исчезнет. То есть сколько он будет липкий. И он был достаточно долго липкий. В дизайне это прикольно, когда вы делаете литье, когда вы делаете какой-то дизайн, вы это сделаете, потом и в небольшом объеме вы это сможете перекрыть топом или даже базой и всякими там моделирующими тонкими слоями. Не важно. Но вы сможете перекрыть, и это будет носиться. Но, если вы сразу перекрываете, то есть вы нанесли, и это у вас занимает большая часть, например, френчика. Сейчас я вам дальше покажу. И как это? Это же, если оно липнет, оно значит не высохло. Если я перекрою топом, то, скорее всего, что сколется в ближайшее время. И я написала Dance Legend в Инстаграме на два аккаунта. На два. Я нашла два аккаунта. Один Dance Legend официальный, официал. И еще там Dance Legend тоже, как будто их официальный. С одного мне совсем не ответили, с другого мне ответили, напишите туда, куда-то там нашим технологам, потому что я задала вопрос, как быть, если я, например, хочу сделать литье на весь френчик. Ну, на френчик, да, потому что есть такая возможность сделать френчик полностью из фольги, например, используя вот этот вот лак. Потому как он долго сохнет. И мне не ответили, они не знают, как ответить на своей официальной страничке. Они меня куда-то послали. Я спрашиваю, как закрепить, как это, чтобы не скололось, как правильно этим работать. Я удивляюсь, что вы мне задаете вопросы и не знаете на них ответы, потому что вам официальные представители, официальные марки не в состоянии ответить. Они вас куда-то посылают. Я вот считаю, что если я задала вопрос и сам менеджер не знает, менеджер магазина, он, возможно, и не знает, это очень, кстати, плохо, потому что большая часть вопросов приходит менеджеру, и то, если менеджер не знает ответ на вопрос, то пусть он сам по лестнице, по ступенькам передаст этот вопрос и свяжется представитель и ответит. А не то, что я должна куда-то там написать и снова опять задать этот вопрос. Но не только же я в этом заинтересована. Друзья мои, вот правда, честное слово, у меня в руках, я вот держу, держу, еще раз повторюсь, это лак для стемпинга. Есть просто для стемпинга, которые, ну, обычно, которые высыхают быстро, они там отдельно всякие, и черные есть, и белые, а этот вот именно с липким слоем, то есть для идеального литья. Это мы будем с вами пробовать в отдельном видео, потому что здесь я хочу с вами поболтать, почесать языки, услышать ваши комментарии. Сейчас я вам покажу. Это достаточно маленький пузырек, здесь сколько, 6,5 миллилитров, это немного, но и цена у него чуть больше 200 рублей. И я хотела для сравнения заказать мойру, тоже такой же лак для стемпинга с липким слоем, но я хотела на Валбере заказать. Это сейчас капец как удобно, потому что не надо за доставку платить, а сразу же тебе быстро все это приходит. А из интернет-магазина заказываешь, там минимальная сумма заказа, плюс там доставка, нафиг надо, если мне надо один пузырек. И я, короче говоря, на страничке у Мойры Валбрис не нашла этого лака для стемпинга, который делает литье, поэтому сравнивать не с чем. И возможно, к моменту тестирования я его найду, и мы с вами будем тестировать. И еще у меня есть один с Алиэкспресса, тоже очень классный, я вам его уже показывала и рекомендовала, но найти его достаточно непросто на Алиэкспрессе, поэтому еще раз потом вам покажу. Значит, здесь так, объемчик вот такой, все здесь вот так вот, все здесь написано, все здесь вы можете почитать, здесь вот такая вот черная выкраска, и у него удобная кисточка, он быстро не высыхает, прям на глазах он не высыхает, и можно даже френчик нарисовать, но, то есть проблема в том, что либо оставить так этот френчик, чтобы он высыхал сам на воздухе, он очень плотный, он настолько плотный, мягенько удобная кисточка, ничего не могу сказать, то есть он по сравнению с Мойрой бюджетнее, но я не знаю, сколько объема Мойры, поэтому нечем мне сравнивать, и нечем сравнивать, как они в работе, но я считаю, что это дешевле, чем Мойра, и если он точно так же работает, и 6,5 мл вас устроит, то в принципе можно брать, пахнет он обычным лаком, но вот эта вот остаточная липкость, она долгая, если вы нарисуете френчик, и просто не перекрывая ничем, отправите клиента, то есть вот так хоп-хоп, кисточкой или чем-то, нарисуете френчик, то клиенту вот как лаками раньше рисовали, надо будет выжить, пока это все высохнет, и превратится не в липкий, не в липкий материал, не перекрывая ничем, не топом, ничем, и оно, видите, оно не обдирается, то есть даже если вы его ничем не перекрываете, оно не обдирается, но если вы хотите, если вы хотите отпечатать фольгу, то надо закреплять, вот, я спрашивала, как правильно закреплять, чтобы на липком, достаточно долго держащемся слое, не скололся последующие слои материала, потому что не высохшие, по факту получается, на самом деле, я взяла вот этот вот лак для стемпинга, лак для стемпинга, я взяла в паре, вот с такой вот пластиночкой, эта пластиночка, вот это уже коллаборация, Dance Legend и Юлии Билей, я увидела и захотела, и посмотреть, и протестировать, вместе с вами мы будем вот эту красивую парочку тестировать, в отдельном видео, там, где я не буду болтать и высказывать свое бе-бе-бе, фу-фу-фу, когда я увидела на, когда я, вот, все заопаковано, здесь такая, она небольшая, эта пластиночка, стоит она тоже, ну, как бы говорят, она стоит недорого, вообще даже своих копеек она стоит, тем более, если вы берете за дизайн отдельную оплату, то для кого-то, может, это и копейки, 200 с лишним рублей, может быть, этой копейки, но это эксклюзив, возможно, автор делал это все, прям, ну, как бы это, ну, как-то сказать, ну, классно, когда автор сделал это сам, так, сейчас я убираю, убирать пленочку, ну, здесь вот пленочка, да, голубенькая, и она, может, даже не одна, здесь как-то толстенько, тут все, эта пленочка, такая толстенькая, вот, здесь вот, как раз, вот эти вот френчики, ого, пленку можно обратно приклеить, она прям, не сломалась, не оторвалась, как это вот, с пластинок мы обычно отдираем, и вот посмотрите, так, я сейчас возьму указку, чтобы пальцем не показывать, вот, посмотрите, здесь френчики, как раз, вот я про что и говорю, если я вот этим вот лаком буду делать стемпинг, вот этих вот френчиков, ладно, ладно, вот эти вот декоративные элементы, их еще можно перекрыть, выравнивающим слоем топа, я думаю, что с ними ничего не случится, а вот вот эти вот, как вот их перекрывать, когда они по краю будут, как вот, я понимаю, что существует определенная технология, убираем с торцов, с боковых сторон, этот материал, и запечатываем базой, можно даже пройтись праймером, запечатываем базой, запечатываем потом финишем, возможно, такая технология работает, а возможно, что-то надо еще, поэтому, я вот, вы видели, я эту пластину открыла при вас, я ее не тестировала, не экспериментировала, поэтому, я точно не знаю, как это все работает, вот, и как это будет носиться, но я, у меня как бы ногти длинные, я обязательно это попробую, потому что надо до зарезу, здесь, и я не могу сказать, что это какая-то вот, супер универсальная пластина, которую вы купите, и она у вас будет, я не знаю, и в первый мир, и в добрые люди, потому что здесь, по факту, здесь только вот френчики, они разных размеров, для разных, ну, разных размеров ногтей, здесь декоративные френчики, тоже они повторяются, здесь повторяются, вот эти вот элементы декоративные, и, ой, красавица отражается, и вот здесь, вот эти вот элементы, вот они более универсальные, их чуть-чуть чаще, можно будет использовать, в разных интерпретациях, и по вдоль, и поперек, и вот здесь, здесь вот эта часть пластинки, мне нравится немножечко больше, но что-то мне подсказывает, что клиенты сделают, по одному дизайну, с этой пластинки, и даже если она у вас, окупится, то она скорее всего, будет лежать невостребованная, и потому как, ну, как бы длинных ногтей, потому как она вот здесь, вот эта ее часть, предназначена в основном на длинные ногти, потому что здесь-то вот, вот эта вот часть, где-то же должна поместиться, но, конечно, хитренькие, мудренькие, умненькие, мастера, они смогут переполовинить, они смогут вот эту часть использовать, как декоративную часть, хоть на середку ногтя, хоть на край ногтя, хоть куда, это надо сразу придумать, и сообразить, сделать какие-то образцы, и с этим поработать, и здесь вот такие вот всякие квадратики, кругляшки, это тоже для камней, для всяких декоративных вещей, это тоже, как бы, вкус на вкус, будут делать, не будут клиенты делать, это непонятно, ну, как бы, я не знаю, конечно же, если, опять повторюсь, если вы берете денежки за дизайн, как положено, то, возможно, эта пластина окупится быстро, и будет лежать мертвым грузом, потому что она, ну, не супер универсальная, такие, мне кажется, дизайны, не часто клиенты делают, так вот, и что, что меня в этой пластинке немножко смутило, это вот эти вот, и опять же, я буду пробовать, я при вас ее открыла, вы видите, что я точно так же передаю первые впечатления, абсолютно первые, и спрашивать, опять у денсиков, как это работает, а как у них спрашивают, как, алло, да, вот, кстати говоря, мне вот это тоже смущает, когда заказывают рекламу у блогеров, и у них интернет-магазин вот так вот работает, им отвечают через день, как может быть вообще, ладно, это другая тема, и другая история, вот смотрите, мне кажется, здесь как-то оно неправильно, задалась дополнительная работа для мастера, и на это уйдет время, если вы хотите сделать вот такой вот френчик, вот такой вот, красивый, глубокий, конечно, это должны быть ногти, чуть, ну, такие, или, ну, чуть-чуть поменьше, кто такие носит, ну, не знаю, ладно, не суть важна, вы мастера носите, вы для себя купите, но, когда вы будете отпечатывать именно френчик, то вы захватите и вот эту вот часть дизайна, правильно? Правильно, и чтобы вычекрыжить вот эти вот, вот эту вот часть дизайна, не испортив усики, это надо будет умудриться как-то, то есть я считаю, что их неправильно, их надо было как-то наоборот повернуть, конечно, это экономия пластины, чтобы больше что-то сюда поместилось, но мне так кажется, их надо было по-другому разместить, вот здесь вот, вот как-то вот так вот разместить, чтобы усики были в эту сторону, чтобы вы не мучились, и не вычекрыживали вот эти вот дизайны, и не повредили вот эти глубокие улыбки, ладно, что еще? И меня смущает вот этот вот, прямо очень сильно глубокий, вот такой вот, я не знаю, какой должен быть ноготок, но возможно, возможно поместится, какой-то такой должен быть ноготок, очень мне кажется, большой, широкий, чтобы, будем пробовать, ладно, будем пробовать, ничего не могу сказать, очень полезными могут быть вот эти вот квадратики, кто не любит рисовать от руки, и пластина достаточно глубокая, прям это ощущается, были жалобы на эту пластину, что что-то там не получается в отзывах, я буду пробовать, ничего не буду говорить, потому что на внешний вид она мне нравится, эта пластинка, как она будет работать, посмотрим, так что, повторюсь, брала на Валберис, если хотите, то найдете, так, дальше что? Вот, вот эту вот парочку мы с вами будем испытывать в ближайших видео, я просто отдельно буду снимать дизайны, потому что, одним нравится поболтушки, одним нравится что-то вот из дизайна, вот, поэтому не будем усугублять и так трудную ситуейшн, так, что у нас здесь еще на пластине написано, ну, вот, товар не подлежит сертификации, срок годности, металл, ла-ла-ла, короче говоря, дата изготовления прям свеженькая, свеженькая, будем пробовать и проверим, дальше, что я вам хотела показать, и вот с одной стороны и радость, и боль, разочарование, я нашла также, я сейчас, кстати, в поисках каких-нибудь интересненьких торговых марок, чтобы можно было вам показать, что вы чего-то не видели, не знали, например, и если у вас есть такие интересные вещи, которые вы бы хотели увидеть поближе, но вы не рискуете покупать, напишите мне, я обязательно пойду куплю, и вам все покажу, и я наткнулась вот на такую торговую марку, я как-то про нее слышала, X-Nail, но я даже не могла себе представить, что это настолько разнообразный магазин, и у них столько, много всего, что я даже на Валберес не смогла, не в состоянии была, долистать весь ассортимент их магазина, и я взяла только один на пробу, вот такой полигель, у него всего 15 миллилитров, на пробу можно взять, конечно же, у них вот этих вот полигелей разноцветных, просто дуриком, бери не хочу, я там поназакидывала в корзину, думаю, куплю, 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 а теперь сижу и думаю, надо сначала испытать, вот, а потом уже придумывать покупки, вот такой гелик стоит, это полигель, он стоит 200 с копейками, дальше запоминать цены, поэтому я подсмотрю, и здесь видики вам напишу, хотя цены меняются каждый раз, поэтому я не знаю, есть ли смысл, 200 с копейками, 15 грамм вроде бы, миллилитров, миллилитров, граммы и миллилитры, разные вещи, 15 миллилитров вроде бы и недорого, 200 с копейками, да, а с другой стороны, если перевести на нормальный объем, это как будто пробник, да, тревел, какая-то версия, вы можете попробовать, нравится, не нравится, и не тратить на большой объем, я не знаю, не долистала до конца, если у них большие объемы, и сколько они стоят, но если переводить в нормальные объемы, то это получается не бюджетненько, если честно говоря, но если вы хотите купить разнообразие разных гелей, полигелей, и вы работаете верхними формами, или нет, и вам хочется, там и светоотражалки, и кого только нету, то можно вот таких маленьких набрать, и у вас будет просто палитра, полигелей, вот, и не знаю, я хочу, или не хочу, но у меня сразу же разочарование, я так долго выбирала, и я простоволосилась, наверное, это такой, вот видите, он на картин, вот, это номер 25, давайте еще посмотрим, что здесь написано, что здесь написано, полигель, вторая фаза, в трехфазной системе моделирования, сверхгустая консистенция, позволяет выполнить моделирование, как на формах, так и без них, время полимеризации, ну, короче, почитайте сами, что я вам это читаю, так, и здесь у нас, по срокам годности, давайте глянем, так, иксгей, полигель, номер 25, нуде, нудик, так, и срок хранения, 5 лет, дата изготовления, ой, такой вообще свеженький, и он был, кстати, последний, и, наверное, люди купились на фотографии, потому что на фотографии он, капец, какой был красивый, на самом деле он, на фотографии там, жемчужно-розовый, такой нежненький, и, я бы не сказала, что он сверхгустой, потому что, ну, он просто легко выдавливается, и с тюбиком, вот, но, вот видите, он просто такой какой-то белесо-розовый, а должен он переливаться, то есть, если вы его нанесете, ну, куда бы мне его нанести, почему я сейчас только показываю, потому что я буду делать ногти, видите, у меня ногти разные, здесь один полигель, здесь у меня будет другой полигель, если мне по цвету он понравится, я, конечно, сделаю, сниму отдельное видео, опять, чтобы вам было как интереснее посмотреть, итак, давайте я сразу нанесу его, вот, на прозрачечку, на прозрачечку, ой, набрала тут, набрала типсов, на прозрачный, вот так вот, вот так, он такой же мчужный, как русалочий, как русалка, вот такой вот розовенький, он такой, знаете, ну, я не знаю, здесь вот видно у меня прям, блесточки такие меленькие, а здесь перламутр, он такой вот, вот так он выглядит на прозрачном типсике, сейчас я вам на беленький его нанесу, но обратно же, опять же, мы будем все это тестировать на, на мне, потому как я не знаю, я бы не сказала, что он сферу густой, это что-то среднее, между твердым гелем, и полигелем, вот так он выглядит, на непрозрачной типсе, и давайте еще нанесу, вот здесь вот он на черном, будет круто смотреться, ну, а как так сделать, чтобы были черные ногти, и это, это же базу наносить черную, что ли, это будет слишком заморочливо, на черном, он, он, выглядит, гораздо интереснее, такой вот, видите, вот там, где он тоненький, так вот, вот если тоненько распределить, вот он где, видите, какой он, вот такой его сфотографировали, красивый такой, розово-жемчужный, но на черном так будет видно, на светлых ногтях, как это будет видно, просто вот такой будет, беловато-розовый, даже ничего, непонятно что, вот, так что не забывайте подписываться, я каждый раз вам об этом говорю, и в комнате у меня холодно, 18 градусов, и он подплывает, то есть он достаточно такой, ну такой, короче, подплывает, видите, он уже, это, округлился, такой, я не знаю, возможно, это удобно, я буду работать верхними формами, поэтому мне нормально будет, но если вы выравниваете кисточкой поверхность, это надо будет проверить, липнет, не липнет, это я все буду тестировать, и показывать вам, собственно, ручно, покаланчик пришел мне из-за границы, опять от наших любимых, алибабайчиков, и я сама выбирала здесь, здесь гель-лаки, сейчас я открою, технические ножницы, ими я все вскрываю, открываю, посылка и шла от Китая до Питера быстро, но зато потом, ой, гуляй рванина, она по Питеру несколько, почти неделю каталась, потом она еще в Москве каталась, а потом она еще и в Симферополе так покаталась, немало экскурсий устроила, короче, захотелось китайской посылочке проехаться по нашей стране, вот она и проехалась, поэтому ждала я ее, ждала, уж думала, ах, блин, так, смотрим, как все упаковано, тут дырочку проковыряла, просто все упаковано, вот китайцы не знают, наверное, нашу почту, но они, наверное, не знают, они, наверное, не знают, что так нельзя делать, вот просто пузыречки, тупо в пупырку, я вот с Красноярска получала в коробке гель-лаки, и то покоцались, а тут просто вот так, ладно, сейчас подостаю все вот в пакетиках, это торговая марка, разолин, они позвонили мне, позвонили, да, позвонили, написали мне, говорят, выбери гель-лаки, и покажи это своим мастерам, друзьям, и я обязательно вам покажу, я сама выбирала, и мне, если честно, он написал, он или она, я не знаю уже точно, но вы знаете, что я с китайчиками договориться, прям таким могу, он мне написал, что типа выбери 15 цветов, я выбрала, и мне было тяжело выбрать, потому что мне хотелось выбрать еще, с этой торговой маркой, я сильно таки не знакома, у меня есть, сейчас я вам показывала много раз, у меня есть, так, перестану шуршать и говорить, вот они упакованы все вот так вот, так, сейчас я пересчитаю, не обманули, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, и здесь пять, ничего не обманули лишнего, они не поклали, и я не сильно знакома с этой торговой маркой, наверное прошли те времена, когда мастера уже перестали, и клиенты, кстати, перестали фугать, ой, с Алиэкспресса, фу-фу-фу, многие мастера работают этой торговой маркой, я просто знаю таких мастеров, и они довольны, но я хочу сказать, что, насколько я смотрела обзоры других мастеров, я знаю, что не все вещи, не все материалы этой торговой марки, хорошие, то есть, есть откровенно хорошие, а есть не очень, поэтому здесь гель-лаки, вот, а у меня есть для стемпинга три баночки, которые я заказывала на Алиэкспрессе, и они мне очень-очень нравятся, гель-краска она, так, быстренько глянем одним глазочком, что тут такое, вот так красиво выглядят баночки, вот, прям мне нравятся, но они, а, они пластиковые, поэтому они не побоялись их присылать, они, они пластиковые, так, здесь у нас 15 миллилитров, неплохо выкраска, вот здесь вот полиграфическая сбоку, сверху ничего нету, здесь какая-то есть информация мадынчина, шина-шина, опа, шина-шина-на, шина-найда, опа, мне кажется, что здесь 15 миллилитров, так, сейчас глянем хотя бы одним, так, это номер у нас, а где номерок у нас, сейчас посмотрим, где они пишут номерок, опа, опа, ну, как бы, где, а, вот это, вот это вот, мисси-писерная, вот это номерок, С035, короче, запасайтесь этими, лупас, 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 биноклями, вау, а, вот, не, 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 ребят, вы должны это видеть, вы это должны видеть, я не знаю, как вам это показать, вот так, если нюхать, сейчас мама скажет, так нельзя нюхать, вот так, если нюхать, что-то, что-то чувствуется, а вот, ну, не вонючий, да какой же он красивый, ешкин кот, вот это да, ребята, это не потому, что они мне их прислали, вы меня знаете, ну, вот это красота, это блестки, такие красненькие, на витражной основе, так, выкраска будет отдельно, потому что, кому не выкраска, не интересно, что их, что ее смотреть, так, на витражной основе, блестки, дуриком, можно в один слой, как топпер, использовать, да, а можно и в два слоя, и будет, будет плотненько, ну, нет, они прям блестят, блестят, да блестят, сейчас я это, вот, сушу, буквально, по-быстренькому, и нанесу второй слой, и глянем, какой второй, не, ну, они круты, вот это, не зря я выбирала, не зря я выбирала, я почему выбираю, потому что, у меня, какие-то гель-лаки, уже, к срокам годности, подходят, и я с чистой, совестью их отставляют, для дизайнов, там, для чего-нибудь еще, вот, поэтому, так, выключу, это я выключу, как так показывает, чтобы вы видели, насколько это красиво, я, конечно, выложу это все подробненько в инстаграмчике, все это красивенько оформлю, ссылочку напишу, но могу, блин, как красиво, как красиво, вау, но это будет, так, это будет иностранный сайт, но вы можете найти этот материал на любых китайских площадках, поэтому смысл такой, что, как бы, я вас знакомлю, а вы уже сами смотрите, если вы мультимагазин, мультибрендовый, то вы тоже можете глянуть, посмотрите, как красиво, вот это, вот это красиво, у меня прям лучики чешутся, выкраску сделать, так, вот этот сейчас я нанесу еще, вот этот, который я сразу начала, так, липкий слой есть, небольшой липкий слой, не, ну это красиво, ой, ничего не могу сказать, ну, на видео, может, даже не передается, кисточка мягкая, пузатенькая кисточка, и видите, блесточки, они и крупные, как будто, как будто это фольгированный гель-лак, если вы нанесете на какой-то цвет базы, какой-то цветной базы, то два слоя вообще будет бомбище, поэтому я выкраску отдельно сниму, если вы какой-то цвет захотите, вы его, конечно, найдете, где? Везде, везде, так, просушу, так, вот, 15 цветов красопедских, так, подождите, подождите, сейчас какой-то здесь есть, еще матовый покажу, эмалевый, не матовый, эмалевый, и, если китайчики, скажут, еще заказывать, я, да, закажу, всю партию, потому что мне, хочется эти гель-лаки, так, а это классический красный, вот, я его заказала для дизайнов, и он прям классический красный, кстати, я люблю такую консистенцию, она такая, знаете, как сказать, как-то жирненькая, но не густая, а кисточка, смотрите, какая аккуратненькая, маленькая аккуратненькая кисточка, вот бы многие так, и видно, она как будто гель-краска, эта консистенция, но красный испортить, это, знаете, надо еще уметь, ну-ка, нанесем красненький, попробуем, что здесь с красненьким, так, какой здесь подтон, а, фиолетовый подтон, так, вот так наносится в один слой, вот в один слой, ну, второй слой хочет, хочет второй слой, но очень пигментированный, поэтому, поэтому лучше, конечно, наносить тонкие слои, кисточка, конечно, под маленькие ноготочки, такая аккуратненькая, не под такой типс, так, отправлю, ну, короче, вот что, друзья, я вас это, надеюсь, я вас раззадорила, надеюсь, вы захотите посмотреть выкраску, поэтому, обязательно, обязательно, подписывайтесь, чтобы не пропустить, и колокольчик нажимайте, а если выкраска выйдет позже, когда это видео, то я ссылочку здесь внизу прикреплю, в подсказках тоже прикреплю, и вы сможете посмотреть выкраску, посылочки, 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 вот и все, наверное, все, что я вам сегодня хотела сказать, и показать, если есть вопросики, обязательно, пишите мне их в комментариях, я отвечаю сама, лично, что еще, орхидейка белая распустилась, я только что увидела, ладно, друзья, увидимся в новых видео, обязательно, очень, очень скоро, с вами была, Светлана Соколова, пока-пока, я не забыла, я не забыла, я просто думаю, я потом скажу, когда все выключится, я потом скажу, может, он и Дэна услышит еще, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok